У нас на дворе лето, жаркие дни, сухая погода, и в наших садах появляется очередная напасть. Это напасть мучнистая роса. Это болезнь, которая поражает не только наш любимый крыжовник, но еще и целую армию других плодовых, ягодных, декоративных растений. Смотрите наш ролик до конца, и вы узнаете, как ее опознать, как с ней справиться, какими средствами. А в конце я расскажу о абсолютно безопасном, биологически чистом средстве борьбы и защиты от мучнистой росы. Что же такое мучнистая роса? Это группа заболеваний, которые вызываются грибками, но не простыми, а грибками родственниками. Мучнистая роса бывает разная, вызывается разными видами. У крыжовника, у винограда свой вид возбудитель мучистой росы, у огурца свой, но все они близкородственны, и всех их объединяет одно отличительное свойство. На поверхности пораженных побегов, листьев, плодов, бутонов, цветков, завязей образуется налет из мицелия и спор, который выглядит, как будто растения посыпали мукой. Поэтому мучнистый налет. Если взять веточку яблони, пораженной мучнистой росой, то даже можно разглядеть крупиночки вот этого грибка на поверхности, и его можно стереть пальцами. Прячется наша мучнистая роса, кстати, и зимует на пораженных побегах и ветках. Зимует там мицелий, потом весной начинает активно рассеивать споры и заражать все вокруг. Это веточки, это почки, это листья и плоды, которые осыпались и остались лежать под деревьями. Все это может стать источником для мучнистой росы на будущий год. В чем же вредоносность этого заболевания? Образуя налет на листьях, она препятствует фотосинтезу и просто останавливает рост листьев, останавливает рост побегов, уродует их. Возможно, многие из вас уже видели скрюченные веточки на яблоне. Это работа не только тли, но и мучнистой росы. Просто пораженные мучнистой росой побеги еще имеют такой светло-светло-серый вид из-за мицелия. Из-за того, что мучнистая роса может поражать не только побеги и листья, она поражает цветки, бутоны, завязи. Они могут осыпаться полностью. И вдумайтесь, на сортах, которые восприимчивы к мучнистой росе, потери урожая могут достигать 80%. У нас и так яблок немного из-за этой холодной весны. А если еще приключится мучнистая роса, представьте, что нам останется. Она действительно вредоносна. Она уродует наше растение, деформирует листья, вызывает опадение завязей и просто портит настроение. Дело в том, что мучнистая роса – это не только болезнь плодовых ягодных, это и болезнь декоративных. Особенно сильно страдают флоксы, страдают розы, страдают другие декоративные растения, на которых появляются белые пятна. И никакого удовольствия смотреть. Опасность мучнистой росы в том, что если она испортила вам листик, испортила побег, из него уже ничего хорошего не выйдет. Поэтому на первое место выходит профилактика. И основное правило, которое помогает садоводам справиться, предотвратить заселение мучнистой росой – это первое. Никогда не переусердствуйте с азотными удобрениями. Избыток азота вызывает излишний рост, и такие растения мучнистая роса поражают в первую очередь. Второе. Это загущенная крона. Если мы осмотрим вот этот вот раскидистый куст крыжовника, то увидим, что мучнистой росой ни один побег, который вот по периферии кроны не заболел. Но внутри его мучнистая роса почти махровая. Здесь нет движения воздуха, здесь тенисто, сыро. Для нее это просто райское место. То есть должна быть осветляющая обрезка. Не должно быть загущения. Третье правило. Не забывайте про профилактику. Особенно это касается многолетних растений, таких как яблоня, таких как груша, персики и прочее. Если вы обнаружили первые пораженные веточки, возможно, вам не стоит бежать сразу же за химическими средствами защиты. Достаточно эти веточки срезать до здоровой древесины на почку или на боковую веточку. В ведро и в костер, либо глубоко в компост. Мучнистая роса – это облигатный, обязательный паразит. Он не будет жить на мертвых растительных остатках. Поэтому если вы срезали веточку, удалили из сада, отправили в компост, оно там и погибнет, и забудется. Поэтому третий способ – это обязательная вырезка пораженных побегов. Но что делать, если вырезать невозможно? Ведь вы не станете рисковать здоровьем молодых отрастающих побегов на крыжовнике или вырезать пораженные мучнистой росой стебли флоксов. Мы их просто потеряем. Здесь на помощь придут средства защиты. И на первое место мы всегда ставим биопрепараты. Это триходерма, это сенная палочка. Поселяясь на поверхности наших любимых растений, они создают для грибка неблагоприятные условия для жизни. Они его вытесняют, не дают ему просто заселиться. А если мы приготовим баковую смесь, в которую будут входить и биостимуляторы, и подкормка, то такая баковая смесь поможет растению не просто не заболеть, а выздороветь, если она уже заболела, повысить собственный иммунитет и справиться не только с мучнистой росой, но и с другими болезнями и с неблагоприятными факторами среды. Запомните, сильнее всего растения повреждаются тогда, когда они испытывают дефицит чего бы то ни было – тепла, света, воды. Особенно часто воды. Учеными уже давно доказано, что те растения, которым не хватает влаги, которые находятся в подсушенном состоянии, они легче всего поражаются раковыми болезнями, листовыми пятнистостями и мучнистой росой. Поэтому не забывайте поливать растения в сухую погоду. Поливать не по листу, поливать под корень, чтобы не создавать лишние влажности, не создавать благоприятных условий для других болезней. Не забывайте подкармливать их правильно, без излишка азота. В первую очередь делаем упор на препараты с содержанием калия. Это может быть сульфат калия, это может быть кристаллон красный, любой другой препарат. Дело в том, что калий повышает устойчивость растений к болезням. Запомните это. И это, кстати, можно использовать не только для защиты от мучистой росы, а вообще для защиты от всех остальных болезней, всех остальных растений. И сейчас мы с вами приготовим такую баковую смесь для защиты нашего крыжовника от мучистой росы и прочих заболеваний. Я возьму профит синая палочка плюс гидрогуматы. С одной стороны здесь очень активный штамм сенной палочки, а с другой стороны здесь содержатся гидрогуматы, которые оказывают стимулирующее воздействие на растения и работают как легкая подкормка. Также мы возьмем в качестве источника калия для растений монофосфат калия. Инструкция здесь на обратной стороне. Буквально нам понадобится всего 10 грамм на 10 литров. Либо, если у вас есть под рукой кристаллон красный. Здесь повышенное содержание калия и микроэлементы. А также мы возьмем маленькую ампулу с цирконом. Зачем? Дело в том, что у нас недавно стояла довольно-таки жесткая погода. Растения стрессанули, было очень жарко и сухо. А циркон – это прекрасный биостимулятор, который совместим практически со всеми средствами защиты с биопрепаратами. Он активизирует фотосинтез, способствует хорошему развитию завязи, повышает устойчивость к болезням. И в целом это очень хороший, очень мощный иммуномодулятор. И такая баковая смесь защитит наше растение от болезней, подкормит их и поддержит их иммунитет. Разбавляем 1 к 100. У нас здесь буквально несколько литров, поэтому я буду из расчета на тот объем, который у меня в баке. Все сегодняшние препараты абсолютно безопасны и для человека, и для других животных. У нас маленький лайфхак. В качестве мерки мы используем колпачок от пластиковой бутылки. Сюда входит приблизительно 5 грамм монофосфата калия. Поскольку у меня здесь небольшой объем, соответственно, немножечко монофосфата калия. И добавляем циркон. После того, как добавили воды до заданного объема, не забудьте хорошенько все перемешать. Все препараты должны быть растворены. Плюс биоперепараты в том, что они не только безвредны для окружающей среды, плюс их в том, что они совместимы практически со всеми удобрениями и биостимуляторами. Их можно помещать в одну баковую смесь. Кстати, при обработке биопестицидами, биопрепаратами следует придерживаться следующих правил. Обработку проводим вечером, либо вот в такую хорошую пасмурную погоду. Дело в том, что все биопрепараты, многие биостимуляторы, очень чувствительны к солнечному ультрафиолету и теряют свою активность. Второе. Погода должна быть теплая. Оптимальная температура для работы наших полезных бактерий и грибков 18-22 градуса. Это оптимально. Это не значит, что она должна быть только такой. И третье. Безветренная погода. Короче, сегодня у нас самая лучшая погода для обработок. Сошлось все. Пасмурно, тепло и нет ветра. Ну и, конечно, свои средства защиты вы тоже не забывайте. При обработке биопрепаратами, запомните, вы должны работать не только сверху куста. Все сторонние, ведь это препараты контактного действия. И рабочим раствором должны быть покрыты листья и сверху, и снизу, и побеги, и ягоды, и ветки. Поехали. Кстати, очень удобный опрыскиватель. Очень хороший распыл идет. Две форсунки, что позволяет под разными углами обрабатывать ветки. Расход препарата может составлять от литра рабочего раствора, от на такой куст, до 5 литров и более на большое взрослое дерево. Но что делать, если мучнистая роса разбушевалась? И как вот на этом сорте крыжовника, практически каждый побег уже поражен мучнистой росой и на очень большой площади. В таком случае, если позволяют, конечно, сроки ожидания до созревания ягод, следует воспользоваться традиционными химическими средствами защиты. И вот здесь небольшое, так сказать, алаверды тому, что было сказано ранее. Мучнистая роса – это особая группа заболеваний, и не все фунгициды подойдут для борьбы с ней. В первую очередь это топаз. Это препарат в первую очередь работает против мучнистой росы, но помогает справиться и с другими листовыми пятнистостями. Такими как парша на яблоне, на груши, антракнос и септориоз на крыжовнике, луна-транквилити и чистотел. Если вы их будете применять при первых серьезных признаках, вы остановите заболевание, и растение не будет больше заражаться мучнистой росой. И я всегда советую, когда вы обрабатываете растения от болезней, одновременно обрабатываете и от вредителей, и подкармливаете. Этому кусту, который реально сильно поражен, подкормка нужна более чем. И стимуляция тоже, потому что поражены все верхушечки до последней. Поэтому для этого куста мы будем составлять свою баковую смесь из топаза, от насекомых, от пилильщика, который обгрызает листики, мы будем брать эфорию, либо децис. И я обязательно буду добавлять сюда кристаллон красный, здесь много калия, он хорошо скажется, во-первых, на устойчивости к болезням, во-вторых, поможет хорошему росту и формированию. А под корни мы добавим новый препарат «Растим ягоды». Это препарат с большим содержанием специальных ризосферных грибов, то есть грибы, которые растут на корнях, помогают растению усваивать воду, усваивать питательные вещества из почвы, образуют микоризу и бактерии. А также гуминовые и фулевовые кислоты. Это сложное название тех кислот, которые образуются при образовании гумуса. Это очень важный элемент питания растений. И вот этим мы прольем наш маленький слабенький кустик, чтобы его поддержать. Ну а чтобы поддержка была действительно стопроцентной, в баковую смесь не забудьте добавить хотя бы немножко циркона. Он, кстати, помогает, во-первых, уменьшить расход серьезных инсектицидов и фунгицидов. То есть вы будете добавлять в баковую смесь меньше топаза, меньше окторы, либо дециса. И с другой стороны циркон продлевает, пролонгирует действие, защитное действие препаратов. И с третьей стороны циркон стимулирует рост и развитие растений, особенно в нашем случае, когда они серьезно поражены болезнями. Но бывает так, что мы не хотим использовать серьезные средства защиты. Бывает так, что крыжовник уже созревает, а мы хотим получить хорошие чистые ягоды. И тогда на помощь приходит народный проверенный способ, который применяли еще наши бабушки и дедушки. И это настой коровяка. Обычный коровяк, настойный в соотношении 1 часть коровяка на 10 литров воды, выдержанный несколько дней в теплом месте, а потом разбавленный, опять же, 1 к 10, и внесенный путем опрыскивания на наши пораженные кусты, способен остановить мучнистую росу и не нанести при этом никакого вреда, кроме запаха. Срок ожидания, кстати, для него около 3 дней, после чего вы можете спокойно мыть ягоды и употреблять их в пищу. В чем особенность коровяка навозного настоя? В том, что в нем содержится огромное количество и сенной палочки, и различных бактерий, и грибков, которые не дают мучнистой росе вызвать заболевание. Поэтому, если у вас есть доступ к этому ценному ресурсу, обязательно заведите себе бачок с настоем коровяка. И он поможет вам вырастить здоровые и чистые ягоды. Итак, в боковую смесь для защиты крыжовника от мучнистой росы добавляем топаз, добавляем децис, удобрение и циркон. А под корень поливаем раствором, растим ягоды, процветок. Таким образом, мы поддержим растение со всех сторон, и сверху, и снизу, образно говоря. Для защиты от мучнистой росы можно использовать и препараты серы. Но помните, что они несовместимы с другими средствами защиты, а также могут у некоторых чувствительных сортов крыжовника, например, яблони, вызывать ожоги и образование сетки на плодах, что портит внешний вид. Поэтому, если у вас нет других средств, нет возможности их приобрести, есть сера, сначала пробуем на одной веточке. И если ожогов нет, значит, можно работать и весь куст. Есть еще одно средство. Это мыльно-содовый раствор. Не все его хвалят, мы не приветствуем применение соды у нас в садах. Плюшечка, иди, 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 плюшечка. Дело в том, что она тоже не очень хорошо воздействует на растения, но в случае с мучнистой росой здесь выгода от защиты перевешивает возможный вред, как говорят врачи. Поэтому готовим мыльно-содовый раствор. Нам на 10 литров воды понадобится 50 грамм кальцинированной соды и 10 грамм мыла. И обрабатываем наши растения. Это хороший способ, в первую очередь, на многих декоративных, у которых обрабатываем зону наиболее поражаемую. Чаще всего у флоксов, которые я очень люблю, я их размножаю, даже коллекционирую, проблема основная, мучнистая роса, которая просто выбивает все листья на ножках, их флоксы стоят, извините, почти лысые, голые. А то, что остается сверху, покрывается некрасивыми пятнами. И вот с флоксами я работаю как? Пока они вот такие вот маленькие, уже сейчас, пока мучнистой росы нет, нужно провести профилактическую обработку. И в первую очередь я обрабатываю низ и внутри куста, там, где больше всего мучнистой росы. Тогда растение сохранит здоровье до позднего лета, до осени. И они будут радовать вас своим красивым цветущим видом. Таким образом, у каждого из нас есть выбор, что использовать. Биопестициды, народные средства или серьезные химические препараты. И выбор остается только за вами. Главное, получить красивый сад, здоровые овощи, фрукты, ягоды. Ну и, конечно же, получить эстетическое удовольствие от своего сада. И, кстати, хочу пригласить вас в наши магазины, где вы можете приобрести все необходимые средства защиты. И биологические, и химические. С вами была Юлия Кондратенок. Ставьте лайк, заходите на наш канал. И до новых встреч. И поменьше мучнистой росы по жизни. Редактор субтитров А.Семкин